Делегация Европейского Союза во главе с послом господином Хьюго Менгарелли посетила Одессу. На встрече со студентами нескольких вузов в Одесском национальном экономическом университете обсуждались перспективы взаимоотношений европейского сообщества и Украины. Одесса – один из крупных городов Украины, где осуществляются проекты Европейского Союза. Среди них – бизнес-центр, оказывающий помощь малым и средним предприятиям, а также программа обучения украинских студентов за рубежом. Инициатива визита в Одессу принадлежит Европейскому посольству. Мы также хотим обеспечить то, чтобы помощь, которую мы предоставляем процессу децентрализации, была настолько эффективной, насколько это возможно. Также нам нужно улучшить наше сотрудничество. Наш ресурс в том, чтобы студенты и преподаватели из Одессы и остальной части Украины могли провести несколько месяцев в Европейском Союзе на основании возможностей, которые предоставляет Евросоюз. Европейский информационный центр в экономическом университете – единственный на весь Южный регион. Воспользоваться литературой, базой данных и получить консультацию могут студенты и преподаватели всех вузов. Задача этого центра – это информационное обеспечение всех интересующихся, прежде всего работников высших школ и ученых, о различных сторонах жизни Евросоюза. Это и проблемы экономики, права, межнациональных отношений. Мы получаем литературу прямо с Евросоюза, из Брюсселя. И у нас укомплектован центр, где проводятся круглые столы, встречи, конференции. В украинских и в том числе одесских университетах действует международная программа двойных дипломов. Наши студенты могут одновременно обучаться на родине и в какой-либо стране Европы. Среди прочего, украинских экономистов и предпринимателей интересует вопрос международной стандартизации отечественной продукции. Сейчас ситуация остается неопределенной. Кабинет министров нашей украинской стандарты как бы уже отменил, а европейские стандарты мы еще не внедрили. Вот такой очень деликатный период существует. Это же период, который диктует сама жизнь. Значит, возникает вопрос, как долго мы будем внедрять эти стандарты, что надо сделать для того, чтобы предприятие, которое выпускает украинскую продукцию, которым мы все с вами пользуемся. Поль, молоко, мясо, сметана и так далее, там другие продукты. Как? Они же должны быть стандартизированы. Значит, все стандарты меняются, каким образом новые стандарты будут адаптироваться, вернее, предприятия будут адаптироваться, что они должны сделать. Посольство Европейского Союза внимательно следит за ходом выполнения совместных программ. Их эффективность будет одним из важнейших факторов в оценке готовности Украины к полноценному вступлению в сообщество развитых стран Запада. Александр Рабиноградов, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг».